Недельная глава И вся, вообще-то, недельная глава, она говорит о жертвах Разные виды жертв, которые были раньше И когда мы читаем, это нам может показаться, с одной стороны, неактуально, а также скучно Записываются все жертвы, как каждую жертву принесли и для чего Но как в других местах написано, что все жертвы, как каждую жертву принесли и для чего Все, что раньше происходило, это были образы того, что должно произойти в будущем И из каждого описания мы можем что-то выучить, и оно очень важно для нас И мы посмотрим, как можно то, о чем здесь написано, принять в нашу жизнь и использовать в нашей жизни В первую очередь, что же такое вообще жертву? То есть это действие, которое делали, в принципе, все народы в разных странах в разное время И первые люди, которые начали вот это жертвоприношение, это был Каин и Абель И таким образом можем понять, что жертва, которая приносилась, это что-то, что от Бога И если мы посмотрим, что такое определение слова жертва, это когда ты отдаешь что-то ради Бога То есть ты берешь что-то, что для тебя очень дорого, что-то, что для тебя очень важно, и ты отдаешь это Господь Вот в этой недельной главе есть пять глав, каждый из них говорит о особенности жертвы, но мы вкратце поговорим о том У нас есть жертва всесожжения, у нас есть жертва мирная, называется на русском То есть жертва, которую дают тоже жертвы У нас есть жертва, которая называется шлемим, или от слова полный значит Это корбан хатат веошам У нас есть жертва за грех и жертва за вину Это не запутано слишком все И в первую очередь, что такое жертва всесожжения? Это когда человек от своего сердца желает что-то принести для Господа как благодарение без того, что он что-то совершил плохое Почему эта жертва называется оля, то есть жертва возношения? Потому что это жертва, которая полностью сжигалась на жертвы, и от нее ничего не оставалось То есть человек, он пошел, потратил деньги, купил что-то стоящее, животного какого-то и приносит ее в жертву для Господа, чтобы пригодить им Это очень сильно похож на жертва всесожжения, но она приносится не из животных, но из разных видов растений То есть человеку не было никакого греха, он не принесил эту жертва за грех Человек от себя хочет угодить Бог и принести ему какой-то подарок То есть человек хочет как-то угодить Господь Также есть пиршественная жертва, она называется, полная жертва, шлемим То есть если мы переводим слово шлемим, в ней есть два смысла Одно это шлем, это мир, с другой стороны шлем это полнота То есть то, что происходило, когда принесилась эта жертва, то впоследствии все, кто был вокруг, они принимали ее в пищу То есть опять-таки эта жертва принесилась не из-за того, что человек согрешил или сделал что-то плохое То есть человек, у него есть полнота в сердце, у него есть мир, он хочет таким образом отблагодарить Бога, того, который дал ему Он чувствует действительно мир в своем сердце, он чувствует удовольствие, удовлетворение, и он хочет таким образом возблагодарить Бога То есть здесь нет у него никаких просьб, он просто обозвает Богу славу И следующая жертва, это жертва за грех и жертва повинности То есть это 4-5 главы, вы можете посмотреть И вот здесь эти жертва действительно относятся к греха, каким-то, который сделал человек То есть даже если ты сделал это намеренно или не намеренно Это часть процесса, когда человек хочет обратиться к Господу Он является перед ним Когда человек хочет выйти на правильный путь, вновь очиститься и идти за Господом И когда мы говорим о покаянии, то есть он должен исповедовать свои грехи И это значит, что он не только принял решение, но он должен больше так не поступать, как поступал раньше И все это, с одной стороны, кажется очень важным, с другой стороны, это кажется все очень просто Но, несмотря на это, мы можем понять, что из этого мы можем для нашей жизни что-то воспринять Потому что, в первую очередь, Господь даже дает, чтобы мы для него что-то жертвовали И есть также определенные процессы, которые мы должны пройти в нашей жизни, которые проходили здесь В Якове 4, это говорит, «Кирвуле Адунай, и карер елехим» В послании к Якову написано, «Приблизьтесь к Господу, и приблизиться к вам» Что значит «Приблизьтесь к Господу»? То есть, это своего рода какие-то решения, которые ты должен принять для себя в своей жизни От чего ты должен отказаться, от чего ты желаешь добиться Это когда ты должен принять решение перестать совершать определенные грехи в своей жизни И таким образом ты должен пожертвовать чем? Давайте откроем первое послание к Иссалоникийцам, 5 глава Первое послание к Иссалоникийцам, 5 глава Мы читаем с 15-го по 19-й стих Иссалоникийцам, 5 глава Всhали as indo в нашему inevitably Вследствие, люблю, все в нашуасть Их никогда не 눌러 сй Psychology И в каждом Phi seeinguks У вас сильные благодарность Уведproof и обensemble В правом состоянии борется к Якову, что он все возвращается перед во всеми Говорений и нашему Как оказалось, что в данном abet παреш comes Говорили Так, с 15-го стиха мы читаем. Опасайтесь, чтобы кто не воздавал друг другу злом за зло. Во всякое время старайтесь угождать друг другу. Всегда радуйтесь, всегда молитесь. И благодарите Бога во всякое время. Потому что и в этом есть воля Божьей. Аббас, Мессия, Иешуа. Здесь мы можем увидеть несколько жертв своего рода. И все эти жертвы, они очень похожи на жертву, то что мы говорили, жертву полноты или жертву всесожжения. То есть необязательно эти жертвы, они как-то относятся ко греху, но они относятся, как мы можем идти вместе с Богом. И вот есть здесь разные повеления, очень странные. Что значит всегда радуйтесь? И это здесь повеления? И это не так-то просто, но если ты верующий человек, и ты знаешь, кто является твоим Богом, то становится легче. Или, например, заповедь, которая говорит, всегда молитесь, непрестанно молитесь. И это требует времени. Иногда легче нам намного взять, купить какую-то речку, принести ее в жертву. Намного легче, когда мы должны пожертвовать определенным временем. И я думаю, что на сегодняшний момент, самая большая жертва, которая угодна Богу, это наше время. Когда мы можем поставить приоритет и поставить Бога на первое место. Потому что без этой жертвы, когда мы тратим наше время на Бога, ничего невозможно. Невозможно молиться, если ты не предоставил время для этого. Ты не можешь радоваться, если у тебя нет времени, чтобы углубить свою веру. Ты не можешь наставляться в мудрость и получать какое-то знание, и укреплять свою веру, если ты не углубляешь от Слова Божия. И вот, когда человек, он хотел принести что-то в жертву, он проходил целый процесс приготовления. Он должен был выбрать, например, ровечку, самый лучший из сердца, которые были в стадии. Может быть, он даже приобрел новые одежды какие-то, чтобы прийти, чтобы сделать это. То есть он приготовлял себя так же внутренне, потому что он знал, что сейчас он хочет приблизиться к Господу. И вот это время, которое мы можем выделить для Бога, утро или вечер или день, у каждого свое время, но оно очень важно. И когда мы выполняем этот шубер, в общем, мы не можем сделать это, чтобы мы не будем делать это. Это не время, но время для Бога. Мы, каждый из нас, примерно, мы построим какие-то планы на целую неделю. Но проверьте, действительно ли вы там готовили место для молитвы, для времени, чтобы провести с Богом? И мы, каждый из нас, когда мы собираем этот шубер в дефуталах, или что он будет, как он не спал и не играл в хереном? И вопрос в том, действительно ли мы его ставим на первое место, или потом мы просто пытаемся забить оставшееся какое-то время, которое обычно не остается. И вот, жертва молитвы, мы читали, что это, как жертва благоугодная, как фимиан, который восходит к Господу. Мы можем в нескольких местах прочитать, например, в Откровении, что когда мы поднимаем нашу молитву перед Богом, то это, как благоугодная, которая поднимается перед его лицом. То есть, это, действительно, вот эти вот благоугодные, которые угодны Богу, которые он нравится. Если мы, также, видим, что если мы собираем вместе все молитвы святых, что это очень что-то важное перед Богом. Если мы хотим понять, что делают для Бога, что-то угодное, то это то, что он требует от нас. Дочасто мы любим молиться, когда нам плохо, когда кто-то болит. Но вот, например, с жертвой вот этой полноты мы можем выучить что-то другое. Не только сказать Богу спасибо за то, что сейчас со мной все хорошо. Но поблагодарить его не только за определенный случай, а вообще, что у тебя в жизни все нормально, что у тебя есть полнота от Бога и удовлетворение. Что тебе это важно, и ты это понимаешь, ты это ценишь. И ты понимаешь, что корень всего этого этого – это Господь. И вот ты приходишь перед ним с благодарением за то, что он делает в своей жизни. И ты ничего не просишь. Это что-то особенное сегодня. В первом послании к Иоанну, в девятой главе, в первой главе, в девятой главе, в девятой главе. Там мы можем увидеть, говорится о жертве за грех. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Здесь тоже есть определенный процесс. Не так легко исповедовать наши грехи. В первую очередь, ты должен понять, что ты согрешаешь. Если ты не видишь проблемы, то ты не сможешь ее и решить. И чем дальше ты находишься от Бога, тем тяжелее тебе понять, что у тебя есть проблемы. Но когда ты начинаешь понимать, что ты поступаешь в процесс, который называется покаяние или обращение, и Дух Святой очень сильно помогает в этом. Дух Святой, он обличает нас и также открывает нам дверь, чтобы мы могли измениться. Мы просто обязаны исповедовать наши грехи. И что это значит? Мы хотим сказать, что это значит. То есть ты должен провозгласить грех, который ты делаешь, чтобы он был услышан. Ты должен провозгласить его перед Богом, в молитве, может, перед людьми. Он не успеет говорить, что он не может произойти в Мариат Катан. Он не успеет сказать, что мы делаем, как зачастую мы делаем, когда мы были дети. Важно было ребенком. Многие из нас. Что Господь, прости меня за все. Мы должны сказать о той проблеме, которую мы сами совершили. Это не так просто, но это обязан. И вот этот процесс возвращения, обращения к Богу, это процесс, который каждый из нас проходит. Это время, которое мы должны уделить для Бога. Самое главное, это обратиться действительно на прямую дорогу и не поступать больше, как ты поступал раньше. Потому что если ты идешь не по правильному процессу, то у дьявола действительно будет возможность просто вернуть тебя, найти какую-то лазейку и обратить тебя назад. Поэтому процесс приносения жертв для Бога, он очень актуальный сегодня в наше время. И все вот эти жертвы, о которых мы говорим, они могут присутствовать в нашей жизни, мы их можем привидеть. И самое главное, это жертва, это жертва нашего времени. И каждый из нас может действительно подумать об этом, выделить специальное время для Господа, спланировать заранее. И тогда ты можешь это время проводить с Ним и в молитве, и в просьбах, и во всем остальном. И Господь, Он обновляет свою милость к нам каждое утро. И у нас есть такая возможность, чтобы решить, принять решение, что мы даем Ему больше времени. И каждый из вас может начать это уже делать с завтрашнего дня или даже сегодня. Потому что вы должны научиться планировать время с Богом. И вот мы сидим сейчас уже почти 11-12 часов, но с самого утра уже с каждым из вас может быть произошли какие-то определенные чудеса и знамения. И мы можем поблагодарить Его за то, что это то, что происходит в нашей жизни. И поэтому я хочу ободрить вас, чтобы уже с завтрашнего дня вы могли уделить Господу время, спланировать это время, которое вы могли быть здесь. И приносить эти жертвы с радостью. Спасибо.